Дорогие друзья, мы начинаем наше изучение Торы на этой неделе. Шауа Тов. Эта недельная глава называется она Китово. Это самая страшная глава Торы, в ней 98 проклятий. Но Всевышний говорит, если вы будете вести это, как я вам говорю, то вас это не касается. Это нас касается, когда мы себя плохо ведем. Но мы даже стараемся хорошо себя вести, и мы не получим эти проклятия. Как нам хорошо вести, Тора нам говорит. Первое, что говорит глава Китово, это первинки урожая. Мы должны выполнять заповедь первинок урожая. Эти первинки мы берем не со всех видов плодов, которые растут в стране Израиля. Есть 7 видов растений, которые нам Всевышний дает. Из этих растений мы берем первинки. Какие это растения? Это пшеница, ячмень, виноград, инжир, гранат, оливки и мед финиковых пальм. Вот только от этих плодов мы обязаны приносить первинки в храм. Именно в храм. То есть, Всевышний дает нам землю, дает нам покой. Тогда мы берем первинки, готовим их, красиво складываем корзину, чтобы он был очень красивый вид. Мы готовим заранее. Мы отмечаем, какие, допустим, примером, наши мудрецы говорят, первинки инжира, смоквы. Берем стебли веревочника и обвязываем красиво. В общем, это очень красиво все выглядит. Мы это складываем в корзины и приносим. И наши мудрецы говорят, один раз в году. Если мы приносим их от праздника Шавуот до праздника Суккот, то мы превозносим благословение определенное. Если же мы приносим после праздника Шавуот и дальше, от праздника Суккот до праздника Суккот. А если от праздника Суккот и дальше, мы приносим также первинки, но уже мы не говорим специальное благословение. Вот так вот. Но в любом случае первинки раз в год нужно принести. И нам Всевышний напоминает, что когда мы принесли эти плоды, мы возглашаем, что армейцемский тальцем был одет наш, и спустился он с немногими людьми, и стал народом многочисленным, сильным. И мы думаем, когда говорится об этом, что это Яков, кто же спустился в Египет с малым количеством людей, в количество 70 человек, именно Яков спустился, пишется, что Яков своей семьей, еще не назывался народом, спустился в Египет, это был 2238 год, Якова было 130 лет. А наши мудрецы говорят, армейцем с китайцем, переводят, как это издевался над нами армеец Лаван, и хотел нас погубить, был колдуном, он хотел извести Якова, то есть была ситуация, он говорит, рука моя правила взят зло, действительно, Яков опасался его, это был очень опасный человек, но Всевышний все сделал так, что Лаван остался ни с чем в конечном итоге. Эта борьба Якова и Лавана была непростая, мы это знаем, как Яков у него жил 20 лет, не покладая рук, работал, и Лаван его фактически оставил ни с чем. Но Всевышний сделал такие чудеса, которые просто трудно себе представить. То есть Яков так молился, что Всевышний сделал, что все бараны, поднимающиеся на овец, которых пас Яков, стали полосатые, крапчатые и пестрые. Лаван требовал от Якова, чтобы он получал награду только тех овец, которые будут крапчатые. Яков молился, что получились крапчатые, говорит, нет, я говорил, рыбых, я говорил, серых, я говорил, таких и 10 раз он издевался над Якова, менял плату. Яков ничего не оставалось, он работал много лет. Потом он говорит Лаван, когда он видит, что все, что он говорит, все срабатывает, говорит, полосатых. А таких вообще не бывает, никаких овец полосатых, это же и тигр, и зебра. Яков так молился, он делал возле стока водопоев, ставил прутики, на которых вырезал из полосок коры, вырезал полосатые, делал веточки, и овцы видели эти веточки, и рожали овцы полосатых, и когда Лаван увидел, что все овцы полосатые, он был в шоке. Таких овец не бывает, и он уже не мог сказать ничего. И так Яков разбогател, так Всевышний это сделал, но это было очень тяжелое время, то, что прошел Яков, потом хотел убить его Лаван. В общем, мы с вами это читали. После того, как мы спускаемся в Египет, семья Якова пришла, и Иосиф был в Египте со своими детьми. В общем, нас 70 человек, когда мы пересчитаем этот весь список, нас будет 69. Мы думаем, как же Всевышний нам пишет 70. И самое проще нам понять, это комментарий Раша, он говорит, что это Ехавет. Мама Маше, она родилась прямо в воротах Египта, при входе в Египет, вот на 70. Потому что вот комментарий, который нам дает, комментарий Санчина, что пишется, что это Яков. Яков плюс 69 надо считать. Но, понимаете, как в списке, когда перечислятся дети Леи, там не хватает одного человека. Написано, что у ее детей 33 человека, а мы насчитываем 32, как бы мы это не пересчитали. Как же Яков, если это Яков? Мы могли бы понять, ну, он же не сын Леи, он ее муж, и он никак не относится к детям Леи. Нам это трудно понять. Амид Раш говорит, что сам Всевышний, он нам сказал, что я с вами сойду в Египет, и сам выведу вас оттуда, и есть такой комментарий. Нам трудно это понять, тем более, что Всевышний никакого отношения к детям Леи не имеет. Вот так. То есть нам трудно. А комментарий Раш говорит, что яховед, мы можем понять. Этот комментарий нам можно понять, что яховед родилась прямо на входе в Египет. Мы немножко отвлеклись. Потом дальше мы приходим. Здесь нас Всевышний спасает. Мы приходим в Египет. И многие хотели нас погубить, и прошли мы там нелегкую жизнь. Мы знаем, что когда был Иосиф правителем Египта, потом последние 40 лет фараоном, у нас было все хорошо, нас даже налогами не обложили. И не было никаких проблем. Мы застонали, когда уже умер последний из родоначальников Карен Леви. И тогда мы застонали. Мы отошли от Торы, начали себя плохо вести. И тогда нас загнали в рабство. И действительно, пишут наши мудрецы, рабы Сказильбер, об этом много говорит, что 116 лет мы были действительно рабами фараона в Египте. И нелегкую жизнь мы там прожили. Мы знаем все, что с нами произошло в Египте. Как Всевышний нас великими чудесами спас. То, что он сделал на море. То, что он сделал с нами в пустыне. То есть, мы все это с вами говорили много раз об этом. Этого конца и края нет. Должны мы быть за это благодарны. Теперь мы приходим в страну. Всевышний нам дарит прекрасную страну. И вот теперь мы приносим эти плоды. И получаем благословение. И Всевышний говорит, если вы так будете жить, то у вас будет прекрасная жизнь. Только выполняйте заповеди, которые я вам даю. И вы получите страну, текущую молоком и медом. И действительно, текущая молоком и медом, это непростые слова. Наш историк Йосиф Лавий, он жил в стране Израиля около 2000 лет назад. И он говорит, действительно, то, что он видел, что финиковые пальмы были переполнены финиками. Финиками падали на землю. И с них стекал этот мед. Настолько было много. И были козы с переполненными вымами. И с них текала вода. Не вода, а молоко. И вот соединялись эти реки молока и меда. И получалась страна молока и меда. Текущая молоком и медом. Действительно, я такую страну видел. Был такой климат. И все это было. То есть часа были. И мы должны стараться учить то, чтобы Всевышний действительно нам подарил такую страну, чтобы мы действительно получили то, что Всевышний нам обещает. Только выполняйте. Казалось бы, ну не сверхсложная заповедь. Приготовить корзины с этими плодами курим и принести. Не сверхсложная. Главное стараться. Всевышний говорит, старайтесь, соблюдайте заповеди. Он не говорит, не выполнил убью. Он нам это не говорит. Он говорит, вы должны стараться. А если мы стараемся, то Всевышний нас благословит. И мы будем счастливы. На этом всем Брахам Парнасакам. Он намазал то, что мы это время не хрешили. Читали Тору. Брок был дан за поднятие душемы у братов. Павел Бен Ефим. Мой дядя Валер Бен Григорий. За здоровье Клара Батброня. Светлана Батклара. Рахель Батлилия. Фейка Батберта. Шимон Бенмира. И весь список, который у меня сейчас с собой нет. За список всех людей, которые мы там говорили. И за поднятие души. И за хороший ши дух. И за все, все самое хорошее. Все. Всем еще раз шалуатов. До следующих встреч. Надеюсь, состоится завтра в 15.30. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...